Первая ступень состоит в том, что машина находит профили респондентов. То есть, наши 1612 респондентов в голове машины упорядочиваются в уникальные профили. Вот, допустим, профиль 2.3 и еще 2.3. Уникальный профиль будет 2.3, и он будет несколько раз повторяться. То есть, речь идет об агрегированных данных. Вот таких. У нас 21 профиль. Некоторые очень редко встречаются, некоторые повторяются достаточно часто. Как делать профили? Подробно мы разбирали, опять же, когда занимались корреспондентс-анализом. Это делается разными путями, в частности, при помощи Custom Tables в SPSS. У метода двухступенчатого кластерного анализа есть маленькое техническое ограничение. Он не работает с агрегированными данными. То есть, несмотря на то, что сам он внутри своего алгоритма приводит данные к профилям, тем не менее, исходными данными для него должны быть не агрегированы. То есть, такой формат, в котором только респонденты находятся в строках, а не их профили. Итак, у нас 1612 респондентов агрегируются в 21 профиль. Поэтому приступаем к применению двухступенчатого кластерного анализа. Всегда надо заранее понимать, с какой точки начинается агломерация. В нашем случае как раз этой начальной точкой является 21 профиль. В этом можно легко убедиться, если запустить двухступенчатый кластерный анализ. Мы помещаем кластеризующие переменные в окошко категорикал variables, поскольку мы считаем их категориальными. Поскольку мы поместили их сюда, то distance measure у нас только одна. Доступная нам это log-likelihood. Log-likelihood является логарифмом достаточно известной меры правдоподобия. Ну, собственно говоря, это likelihood ratio.